Сразу в нескольких чебоксарских школах стартовала акция «Книга-обмен». Ребятам предлагали принести из дома книги для того, чтобы их могли прочитать и другие. Привлечет ли это современных детей к чтению, узнавала Мария Шоклева. Акцию «Книга-обмен» в 54-й школе организовали ученики 8-го Б-класса. Они оформили выставку и провели презентацию. Ну, бывает там, ну, не успеваешь там сходить в магазин или в библиотеку за книгами. Дома там, ну, все уже перечитал книжки. А тут, как бы, вот лежит, ты можешь подойти спокойно в любую переменку, посмотреть, что-то найти, какую-то интересную книгу, кого-то интересного автора и взять, почитать, вернуть, как бы, и тебе приятно, и все остальные тоже могут почитать то, что читал ты. Здесь мы собрали более 200 книг. Я думаю, что всем будет очень интересно посмотреть. Ну, например, для себя я выбрала книгу Гоголя «Записки сумасшедшего». Эти книги принесли из дома всего несколько человек. Но в школе уверены, что скоро к акции подключатся и другие ученики. И количество книг на этих столах превысит их количество в библиотеке. Уже в день открытия на выставку попала уникальная детская история. В валенках по весне. Эту книгу привезли из Москвы ее авторы – почетные гости школы. Эта книжка, она необычная, потому что это, как бы, впечатление детства. По философии диплом писал, и вот эта книжка вдруг так возникла. Но долго я, как бы, не решался ее издавать. Но вот тут, благодаря рисункам Евгения Алексеевича Медведева, я подумал, что если книжку читать не буду, то хотя бы буду смотреть рисунки. Евгений Медведев работает иллюстратором более 50 лет. Он оформлял произведения Владислава Крапивина, Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского. В 54-й школе художник провел мастер-класс по книжной иллюстрации. Чтение ничто не может заменить. По силе воздействия, вражение работает, и он потом находится под впечатлениями. А некоторые даже и профессии выбирают, если какая-то книжка их увлечет. Теперь для того, чтобы взять домой интересную книгу, не надо оформлять формуляр. Да и торопить учеников никто не будет. Вернуть книгу можно хоть через год. Здесь все на доверии, лишь бы школьники больше читали. Мария Шоклева, Николай Яковлев, Республика.